Дворец культуры Барнаула впервые видит столько слез. Жены, матери, отцы и друзья провожают своих родных парней на специальную военную операцию по частичной мобилизации. Вчера повестка, сегодня уже отправка. На прощание всего 20 минут. Ожидали, что повестка придет? Нет. Я как бы даже года не прошло, как и с армией пришел. Ну вы прям хотите или надо? Ну надо. Не так сказать, рано или поздно. А сколько вам лет? 21. Кого у вас призвали? Сына. Сколько ему лет? Служил или не служил? Сыну 34 года. Служил в Тимошском крае. Мотострелковом. Вчера вечером пришли участковые и сотрудники с военкоматом учили. То есть прямо на там пришли? Да. На там пришли. Вернуться живыми, здоровыми, победимы. Все будет хорошо. Вот это и продолжаем. Надеемся, что они защищают нашу родину. У нас детей, они остаются все дети маленькие, жены молодые, дети маленькие. Так что все будет отлично. Везение просто будет. Очень неожиданно, знаете, он, скажем, на днях говорил о том, что вот может быть, ну со дня на день ждет повестки, потому что, ну, подходит по всем критериям, можно сказать. И тут буквально вчера я узнаю, он мне просто написал в телеграме о том, что пришла ему повестка вроде как для сверки документов и приглашали вот как раз на сегодняшнее число. Он приехал, говорит, буквально час и отправили по домам собирать вещи. Вещи экстренно собрали, уже проходят в автобус. Куда именно их везут, мобилизованные точно не знают. Говорят, вроде бы Омск. При себе у мужчин вещи, да кнопочные телефоны. Постоянно можно при себе иметь кнопочный телефон, а вообще для каких-то там целей могут удавать смартфоны иногда. Целыми автобусами вчера и сегодня отправляли ребята из других городов и районов края. Мужчин провожали в Павловске, Славгороде, Камнинаоби, Быстроистокском, Петропавловском, Солонешинском, Третьяковском, Ребрихинском, Поспелихинском и Краснощоковском районах. Точное число мобилизованных из Алтайского края в военном комиссариате не сообщают. Остается неизвестно, ограничатся ли набранным составом. Напоминаем, что сейчас по частичной мобилизации должны набирать ребят, которые служили в армии, имеют категорию А, а также боевой опыт. Кстати, стоит взять на заметку, отказаться от службы по мобилизации в рамках закона можно лишь в одном случае. В военкомате написать заявление на замену воинской службы на гражданскую. Но правда непонятно, получится ли этого добиться. Как сообщают многие федеральные СМИ, сотрудники общероссийской горячей линии по вопросам частичной мобилизации 122 поясняют людям, что альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.